Орган Бесконечность, это какие-то необозримые высоты, повнота духовная, это все в звуках органа. Белорусская органистка Ксения Погорелая на протяжении 35 лет делится со слушателями самым сокровенным – музыкой. Благодаря таланту и самоотверженной любви к творчеству она получила возможность сыграть в Нотр-Даме, исполняла музыку Луи Вьерна и Баха. Момент претворения мечты в жизнь Ксения вспоминает с улыбкой, ведь до сих пор ни одному белорусскому органисту не удавалось попасть на сцену такой величины. Ощущение потрясающее. Во-первых, сам храм, он масштабный, он великий, с ним связана масса истории. Репетировать вечером в пустом Нотр-Даме до пори было очень любопытно, немного сказочности какой-то. Король музыкальных инструментов, как называл его великий Моцарт, претерпел не одно преобразование. Средневековые органы не отличались тщательностью изготовления. Расстояние между клавишами достигало 7 сантиметров, поэтому на нем играли не пальцами, а кулаками и даже локтями. Сейчас же органная клавиатура внешне не отличается от той, что у фортепиано, но есть еще и особая – педальная. Извлекая низкие звуки, ноги музыканта в специальной обуви с мягкой подошвой и каблуком словно танцуют. Но клавиша или педаль – только первый импульс к созданию звука. Воздух под давлением проникает в трубы, у каждой из которых собственное неповторимое звучание. Органы, конечно, отличаются и набором труб прежде всего. То есть это то, как будет звучать орган. В этом инструменте около 3,5 тысяч труб. От самых маленьких труб, которые дают практически ультразвук, до больших труб, которые отвечают за низкие басовые регистры. Они находятся сверху по несколько метров длиной. Каждая кнопка или регистр имеют свое название и предназначение. По желанию композитора и исполнителя, звук становится похожим то на флейту, то на гобой. Может имитировать даже пение птиц. Органы бывают разных размеров, но традиционно это инструмент с постоянным местом жительства. Ведь функцию резонатора, усиливающего и облагораживающего звучания, выполняет пространство помещения. С ним инструмент составляет единое звуковое целое. Играя на исторических инструментах в разных европейских странах, могу сказать, что лучше всего исполнять музыку на тех инструментах, для которых они написаны. Чистые, ясные, приглушенные, мягкие, интенсивные, напряженные. Таинственные тембры органа похожи на откровения, словно вечность звучит в них. Музыка – это как откровенный разговор. Человек даже не может быть неоткровенным, будучи музыкантом или певцом. Очень ценно, когда человеку есть что сказать о языком музыки. Этим утром звуками органа вместе с вами наслаждались Вероника Росинская, Сергей Курков и студия «Хорошего настроения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова